В эфире новости день за днём. В студии Олег Соловьёв. Здравствуйте. О событиях, которые нам показались интересными, расскажем прямо сейчас. Сегодня в программе. Тогда по Зеву Дмитрию Юрьевичу выносим штраф от 1000 рублей. Очередное заседание административной комиссии. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 603 сообщения. Управление по делам ГОИЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. 12 июня – это день общей гордости за свою страну. День объединения всех россиян. Страна отметила День России. Торжество прошло и в Десногорске. 11 июня состоялось очередное заседание административной комиссии Десногорска. Прививать некоторым горожанам уважение к своим соседям иногда приходится крайними методами. Подробности далее. Пение птиц, шерсть листьев и ночное умиротворение. К сожалению, к этой привычной ночной какафонии звуков регулярно добавляется ещё одна. Громкая музыка, звук бокалов и безудержный смех, часто переходящий в скандалы – это регулярные спутники ночного города летней ночью. Нарушители тишины демонстративно показывают, их веселью ничто не способно помешать. Вот и в этот раз на повестке дня административной комиссии два протокола и оба о нарушениях тишины в ночное время. У нас тишина и спокойствие в городе с 27 до 6 утра. В местах постоянного проживания или временного пребывания граждан влечёт наложение административного штрафа на граждан, которые нарушают эту статью, в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Неуважение к соседям ударило хулиганам по карману. По обоим протоколам были назначены штрафы в размере 1 тысяча и 3 тысячи рублей соответственно. Кроме этого, в личных делах нарушителей теперь будет отметка об административном правонарушении. Неуважение к спокойствию сограждан, тем более в ночное время, это не только правонарушение, но и личный позор. Олег Соловьёв, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ. В администрации Смоленской области подверли промежуточные итоги тарифной кампании нынешнего года. Результатом совещания под руководством главы региона Алексея Островского станет изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля на Смоленщине пересмотрят тарифы на вывоз мусора. Нынешняя цена является средневзвешенной среди всех регионов Центрального федерального округа. При этом изменение цены не должно превышать 4%. Что касается розничных цен на природный газ, реализуемый населению, Смоленщина – стройки лидеров по минимальному уровню цены. То же относится и к тарифу на электроэнергию. По этому показателю Смоленщина в числе лидеров среди 18 регионов Центрального федерального округа. Рост этого тарифа во втором полугодии составит только 0,8%. Российские банки стали блокировать счета клиентов, которые отказываются письменно сообщать о том, на что будут потрачены деньги. На данный момент известно о не менее чем двух подобных случаях. Финансовые организации, среди которых крупнейший банк страны, потребовал от клиентов документально объяснить происхождение средств. Кроме этого, требовалось отчитаться, на что они были потрачены. После предоставления документов банк заявил, что примет решение в течение трех недель. Кредитные организации, в свою очередь, утверждают, что действуют в рамках антиотмывочного закона. При этом ранее Центробанк прямо отмечал, что банки регулярно злоупотребляют полномочиями, блокируя счета по формальным признакам. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказала заместитель начальника управления по делам ГОЧС по Десногорску Наталья Чувашова. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС привлекались к выполнению работ. По оказанию помощи скорой два раза, по вскрытию дверей два раза, спиливанию деревьев один раз. В рамках проведения учебных сборов специалистами управления были проведены занятия с учащимися всех школ города по действиям при эвакуации, при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 603 сообщения, из них 234 ложные. Поступило и отработано 11 просьб от населения. В период с января по апреля 2019 года в России было введено чуть менее 20 миллионов квадратных метров жилья. Это на 3% меньше показателя за аналогичный период годом ранее. Снижение объемов ввода жилья отмечено в 40 регионах страны из 85. Сильнее всего просили показатели в Станкт-Петербурге на 61% за последние 12 месяцев. А выросли объемы ввода жилой недвижимости в Москве и Брянской области более чем в 3 раза за год. Интересный факт. Ранее была определена совокупная стоимость всей жилой недвижимости российской столицы. Она составляет 56 триллионов рублей. В среднем на одного москвича приходится доля жилья эквивалентно 4,5 миллионам рублей. 12 июня Десногорцы и гости города отметили один из главных праздников страны – День России. Вместе с горожанами на городской эстраде побывала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете. В День общей гордости за свою страну, в День объединения всех россиян, в Десногорске прошли праздничные мероприятия. В этот день для горожан были организованы массовые гуляния, для детей были установлены аттракционы. Со словами поздравления к жителям Десногорска обратился заместитель главы города Александр Новиков. Поздравить вас с Днем России, пожелать крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям. И пускай мы все всегда помним о нашей родине и стараемся сделать так, чтобы нам в ней было хорошо. В День России прямо на сцене состоялось торжественное вручение свидетельства о рождении родителям нового гражданина Демида Кудинова, который родился в Десногорске 29 мая, накануне Большого праздника. Государственная регистрация рождения является важным признанием прав нового человека, а право на имя самым главным правом нового гражданина. Сегодня, 12 июня 2019 года, в День России, отделом ЗАГС, администрации, муниципального образования в городе Сногорске-Сболенской области, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, регистрируется рождение сына супругов Кудиновых. После того, как молодые родители поставили подписи в актах гражданского состояния и получили на руки свидетельство о рождении, Александр Новиков вручил им памятный подарок от администрации города. Далее на сцене состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям города. Они получили памятные адреса и подарки. С напутственным словом к ребятам обратился член Комитета Совета Федерации по социальной политике. Я вам желаю, предлагаю беречь нашу родину, беречь нашу страну, чтить наших предков и желаю вам здоровья, счастья и хорошего настроения в этот день. После официальной части творческие коллективы города порадовали присутствующих своими выступлениями. Открывала концертную программу Елена Ткачева. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Также солисты образцово-вокально-эстрадного коллектива «Калибри» исполнили любимые и знакомые десногорцам песни «Моя Россия», «Возрождайся Россия», детскую песенку «Божья коровка» и многие другие. А маленькие горожане тем временем могли полакомиться сладкой ватой и с ветерком прокатиться на каруселях. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ. Десятки собак и кошек в тесной квартире или доме. Такая безмерная любовь к животным в скором времени может стать вне закона. Правительству Российской Федерации рекомендовано принять меры к ограничению максимального числа домашних животных. При этом речь идет скорее не о запретительных, а о регулирующих мерах. Так, допустимое количество питомцев предлагается рассчитывать, исходя из метража жилой площади. Правила расчета еще только предстоит разработать. Кроме этого, предлагается ввести административную ответственность за нанесение среднего вреда животным. Сейчас предусмотрена только уголовная ответственность, наступающая за жестокое обращение с питомцем, повлекшее его гибель. В целом вопросов по бережному обращению с животными очень много, и работа в этом направлении начнется в самое ближайшее время. Резкое охлаждение верхних дыхательных путей и, как результат, простуда. Такое может произойти при быстром поедании мороженого в жару. Тело разогрета жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у всего организма. Такими интересными фактами поделились специалисты столичного департамента здравоохранения. То же касается и холодных напитков. В жару лучше выбирать чуть прохладную воду и пить маленькими глотками. В качестве живительной влаги подойдет чистая вода или вода с добавлением лимона, ягод или фруктов. Вкусным и полезным будет чай, морс и компот. А вот о молочных коктейлях, кофе и газировке лучше забыть. В конце выпуска о погоде, 15 июня, в Десногорске плюс 25, облачная и, возможно, гроза. Ночью плюс 20. Смотрите наш телеканал и не забывайте про наш сайт desnadofistv.ru Также мы есть в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Заходите и ставьте лайки. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok